Про поход к врачу в США давайте поговорим, потому что сейчас в интернете очень много роликов с юмором, где люди ждут визита к врачу 3-6 месяцев. Эти люди не говорят одну очень важную вещь. По 3-6 месяцев они ждут планового визита, когда они наблюдаются раз в полгода у какого-то специалиста. У меня, у моего обычного терапевта, визит примерно раз в полгода. Я сдаю разные анализы, я смотрю, что у меня со здоровьем, он смотрит, какие показатели, и тогда да, раз в полгода. Но есть другая ситуация. Если у вас что-то экстренное, emergency, то тут уже безотлагательно. Небольшой пример. Вы звоните дантисту, и дантист у вас спрашивает, например, кто на телефоне, у вас emergency, то есть у вас экстренная ситуация. Если у вас экстренная ситуация, то тогда вам найдут окошечко, чтобы вас побыстрее принять. А если у вас плановый какой-то визит, то очень долгое время это занимает. Например, если врач-донтист полностью занят, то он новых пациентов даже не будет принимать. Такое тоже есть. Люди обращаются в те клиники, которые находятся в нетворке вашей страховки, то есть в сети вашей страховки. И люди обращаются в эти клиники. Поэтому, когда вам люди говорят в шутку, в Америке врача не дождешься, там визита надо ждать 3 месяца. Так вы планового визита ждете. Логично, что это будет 3 месяца, потому что у вас по плану через 3 месяца. Если этот специалист занят, то по emergency вас примет по вашей страховке другой специалист, потому что у вас экстренная ситуация, не терпит отлагательств. Я приведу пример. В Нью-Йорке у одного человека возникло подозрение на онкологию. В течение 10 дней человек сдал и получил результат биопсии. Я не буду говорить, что в России с этим обстоит. Я не буду эту тему касаться. Но вот вам emergency ситуация. Еще что самое важное. Есть страховка, нет страховки, человека вылечат. При обращении человеку могут оформить страховку. Я показывал много раз скриншоты и фотографии из госпиталей. Я точно недавно показывал фотку из госпиталя, где по-русски даже написано, если у вас нет страховки, если вы переживаете, что не сможете оплатить лечение, госпиталь вам поможет и пойдет навстречу. Мы подберем вам необходимую страховку, потому что бедным страховка бесплатна. Она покрывает именно лечение. Если каким-то чудом у вас большой доход, у вас нет страховки, вам подберут страховку. Но в России же люди имеют полис ОМС. Чтобы не иметь страховку, наверное, такие случаи тоже бывают. Может быть, у нелегалов. Но нелегалы, я знаю, тоже в какие-то госпитали обращаются. И такое тоже есть. Мне это много людей рассказывало. Но для меня мое здоровье – это такая важная вещь, за которым я слежу и знаю, что да как. У меня страховка от работодателя. И в случае чего я могу позвонить оператору в моей страховке, там, дентал или обычная страховка. У меня две страховки. Две. Я могу спросить, но у меня английского хватает поговорить с оператором. Если нет, то вы можете попросить переводчика. Здесь в Нью-Йорке везде могут дать вам переводчика. Онлайн, по телефону. И это будет бесплатно. Нью-Йорк – это такой город. Да здесь очень многие говорят по-русски. Но так как это я сюда приехал, это я учу местные правила, учу местный язык. Я немножко по-испански могу что-то там чуть-чуть ответить. Меня это прикалывает. Жорик говорит «Буэнос диас». Буэнос ночес уже, Жорик. Проснулся только что. Вот. Поэтому я всегда советую никому не верить. И мне в том числе. Всегда все перепроверяйте. У человека могут быть неполные сведения. А серьезной такой миной рассказывать вещи, которые не соответствуют действительности, люди умеют. Я сейчас ни про кого не говорю, я просто говорю про ситуацию в целом. Человек может немножечко ошибаться, но серьезным видом, серьезным лицом рассказывать эти вещи. И может кого-то напугать и ввести в заблуждение. Поэтому, кто бы что ни говорил, с каким серьезным лицом бы ни говорил, проверяйте всю информацию. Желательно доходить до первого источника. Например, если кто-то говорит про новые американские законы, почитайте эти новые американские законы. И еще раз говорю, не верьте на 100% блогерам. Потому что люди могут случайно ошибаться. Люди могут про какой-нибудь новый закон, например, вот в Америке выйдет. Люди могут услышать, знаете, как глухой телефон, игра была. А третьего-десятого человека, то есть люди, неправильно поняли и сделали ролик. Поэтому я не рассказываю о многих вещах. В общем, вот такие дела. С вами был Васек из Нью-Йорка. Жорик, всем пока.